Максим Решетников собрал представителей средств массовой информации для основательной беседы. Это первая подобная встреча с того момента, как в Прикамье появился новый руководитель. Первым делом акулы пера и микрофона спросили о значимых объектах Пермского окрая. Это аэропорт и зоопарк, галерея и спортивный манеж. Максим Решетников ответил, что работа идет по всем направлениям, но особо остановился на теме, связанной с созданием нового оперного театра. Рассматриваем в качестве основы площадку пятый квартал Акулова, Монастырская, Попова, чтобы мы получили большое культурное пространство и в том числе стоит задача интеграции этого пространства и с набережной. То есть будет такой очень глубокий проект, я думаю, один из центральных проектов к 300-летию города Перми. Мы сейчас формируем большую программу, приступили, но представим ее тогда, когда будут уже наполнения этой программы с тем, чтобы это был не просто лозунг, а действительно была программа развития города как центральной точки края. Журналисты, естественно, поинтересовались, намерен ли Максим Решетников участвовать в губернаторских выборах. Он отметил, что такие планы есть, но сначала необходимо заручиться поддержкой жителей. Это предстоит сделать в ближайшее время. По своему 15-летнему опыту управленческому, что видение ситуации из кабинетов очень часто отличается от положения на самом деле и от тех проблем, которые ставят жители. Это можно установить только если ты, что называется, ногами пройдешь всю территорию. Поэтому стоит задача ногами пройти всю территорию, пообщаться с жителями. Также Максим Решетников отметил, что власть постарается создать максимально удобные каналы взаимодействия с гражданами. Для обратной связи появится специальный интернет-портал. Такой опыт есть. В Москве создавал портал по поручению мэра «Наш город». И это непростая ситуация, потому что чиновники начинают убирать снег при помощи фотошопа и так далее. Там всякие такие случаи бывают. Но понятно, как с этим бороться. Понятно, какие должны быть технологии. Понятно, как настроить систему. И уже такой портал, вот первая его часть к открытию готовится в апреле готовит. И в завершение руководитель региона сообщил, что в плотном графике выкроет время и появится в одной из социальных сетей. Выбор пал на Инстаграм. Первую фотографию с прошедшей встречи уже разместил. Олег Романов, Степан Пепеляев, Телевизионная служба новостей. Продолжение следует...